Доброе утречко всем! Доброе воскресное утречко! У нас опять отчет шипоголика неисправимого, но на этот раз никаких вещей не будет. Я обычно начинаю с каких-то вещиц, потому что была в гостях у подруги, и она мне очень много чего наотдавала. Так что мне надо самой перебрать свой шкаф и что-нибудь ответное ей устроить какой-нибудь. У нас идет ротация вещей, обмен, потому что это интересно, ничего не застаивается, все время что-то новенькое. И она мне помогла собрать какой-то один комплектик, а я потом показывала видео, как я его завершила. Видео называлось «Завершение образа с сайта Nefchik» с помощью, и покажу, какие были оттуда приобретены вещи, потому что это тоже покупочки этой недели. Это такой браслетик, очень милый браслетик-часы. Вот я о нем там рассказывала, оставляла ссылочки, так что если кому-то будет интересно, можете заглянуть туда. Буквально два дня назад, по-моему, выкладывала это видео. Такие часики и рыжая сумочка, которая подойдет вообще ко всему. На осень люблю небольшие сумочки. Кожаная, легенькая, красивая, с пушистиком. Здесь есть коротенькие ручки, есть длинная ручка через плечо. В общем, такая вещь, которая просто необходима. Не все время уже ходить с большими такими хозяйственными сумками, что я обычно и делаю. Потому что туда много чего помещается, а так хоть буду ходить налегке. Еще была на неделе в магазинчике, тоже снимала отдельное видео. Вот у меня немножко есть такое сейчас проблема, потому что иногда я показываю что-то отдельно, а потом в воскресном отчете как будто бы нужно об этом сказать еще раз. Но вам, наверное, будет скучно слушать повторы. Поэтому я так коротенько покажу только то, что мне очень тогда понравилось, купленное в том магазинчике. Это вот такая красивая вазочка, вся продырявленная. Для чего? Ну, конечно, наверное, для хранения каких-то красивых колечек. Кстати, что положить туда, у меня тоже на этой неделе появилось. И из того, что мне тоже очень понравилось, вот такая вот забавная бутылочка, которую можно использовать как вазочку или я даже не знаю как что, просто как декор какой-то в доме. Ой, солнышко опять начинает светить. И очень хочется туда белую фрезию поставить. Прямо вот представляю себе букетик такой фрезии. Они потрясающе пахнут. Один из моих любимых ароматов. Сам цветок довольно скромный, но запах у него просто божественный. О запахах. О запахах тоже есть что рассказать. Потому что давнюю свою хотелку осуществила. Один аромат, который в магазине меня завораживало, потому что там запах грибфрута. Он очень красивый, был такой натуральный. Но что-то у меня пошло не так. В общем, ладно, короче, рассказываю. Вот такая марка от Илье Колонь. И аромат называется Парадис Помело. Вот он, вот так вот. В магазине, ну, он, очевидно, там давно стоял. И как-то настоялся. Или, может быть, даже как-то видоизменился. Может быть, этому надо постоять. Он у меня только вчера, я его получила. Там он красивый, такой несладкий, такой натуральный грибфрут. А здесь он какой-то сладковатый. И что-то такое в нем есть еще помимо. Ну, там, конечно, в составе много чего. Я помню, было и мята была, и цитрусовая, еще что-то еще. И он прямо такими пузырьками в нос стреляет. Нет, ему явно надо отстояться. Может быть, он будет как-то поинтереснее. Потому что сейчас ощущение такое, что это вообще какой-то совершенно другой аромат. Такой слабый отголосок есть этого грибфрута. Ну, вот, ладно, не будем говорить, что это разочарование. Потому что, действительно, бывает, что аромату надо постоять довольно долго. Иногда даже пару месяцев, чтобы он как-то вот пришел в себя. И стал совершенно по-другому раскрываться. Так и будем считать, что мы дадим ему время для отстаивания. Еще околоароматное, околопарфюмерное, это такой флакончик, который я периодически заказываю, нахожу какие-то красивые флакончики на Алиэкспрессе. Такой в винтажном стиле или в каком-то, я не знаю в каком. Сам, конечно, флакончик, это вот тот малюсенький, он скорее как для масла какого-то. И, наверное, это даже и не надо рассматривать как что-то, чем вы будете пользоваться по прямому назначению. Это просто красивая вещица, которая будет радовать глаз, доставлять удовольствие. Потому что вот она сделана очень красиво. Эмаль какая-то на птичке, что-то тут много всего интересного. Мне очень понравилось. Боялась, что что-то разобьется по дороге. Здесь такие хрупкие есть части, конечно, стекло есть. Но все пришло в идеальном состоянии. Вот такие вещи обычно пакуются очень хорошо. Довольная, это пополнило мою коллекцию в всяких флакончиках. Я уже однажды о них рассказывала, показывала. Но, наверное, стоит опять как-то сделать такой обзор на видео. Потому что там есть что показать. Там много есть красивых вещей. Из очень приятных, милых тоже пополнений коллекции опять... Но это уже второй зайчик. Просто было распродажей, я не удержалась. Он такой, ну такой милый. Вот у меня есть такие фигурки разные, они тоже мне поднимают настроение. Так, надо прятаться как-то от солнышка, иначе буду у себя в пятнышках. Это пятнышки у меня? Да, это пятнышки у меня. Ну вот такой просто чудесный, посвященный Дню Святого Валентина. Потому что вот здесь он читает любовное послание. Видите, там сердечко такое нарисовано. Птичка там сидит. Ну, в общем, он настолько поднимает настроение, что просто удивительно, как можно какой-то маленькой игрушкой, фигуркой человеку исправить совершенно, как бы вывести его из состояния какой-то грусти. Посмотришь, и уже становится хорошо. Там есть такой магазинчик. Если хотите, оставлю на него ссылку. Хотя я уже много раз оставляла. Еще одна, сейчас мы тут, у нее тут есть, вот так вот, ее можно одеть на палец, потому что у нее там дырочка есть. Вот такая фигурка кошечки, тоже купленная в каком-то таком магазинчике а-ля антикварном, фарфоровая, понравилась. Я, ну, не скажу, что я прямо собираю вот коллекцию кошек, но если мне что-то попадается, потому что у меня мой год тоже год кота, и я тогда все-таки что-то приобретаю. Вот она мне понравилась, она такая, ну, милая по-своему, очень хорошая, тоже дополнила коллекцию фигурок. Кстати, вот я сейчас вижу, у меня тут рядом стоит на столике из того же магазинчика, из которого кролик. Сейчас покажу вам там, например, вот такой вот смешной котенок, тоже его как-то показывала. Он там на большой, на такой длинной палочке, поэтому его можно поставить куда-то среди растений, и вы будете видеть, как он такой довольный тут засыпает. Ну, такая прелесть. Просто создает какое-то настроение в доме. Так, сейчас я его поставлю. Мне тут главное не перевернуть ничего. Я тут начинаю, вижу, двигать. Так, что еще красивого и такого, о чем хочется рассказать? Нашла один магазинчик, где какие-то совершенно интересные такие, даже немножко китчевые такие изделия бижутерные. Они с черной, какой-то такой вот, с черным покрытием каким-то. И очень понравилось вот это кольцо. Сейчас я как-то попытаюсь вам его показать. Тоже могу, если хотите. Если кому-то понравится, напишите, оставлю ссылочку. Или, может быть, сразу оставлю под видео, если не забуду. Очень своеобразная. Переполненная какими-то деталями, какими-то тут вкраплениями каких-то камушков. В общем, ну, мне понравился. Понравился цвет. Вот так оно смотрится на руке. Я всегда ношу в основном на этом пальце. Мне как-то больше, удобнее. И оно необычное. Именно тем, что оно такое черненое. И такое своеобразное. Прямо магическое и волшебное. Так что там много было изделий. Мне кажется, я какой-то кулончик еще заказала. Посмотрим, что придет. Ладно, не буду пока снимать. Пускай уже побудет. Так, что еще? Что еще? Ну, в общем-то, как бы и практически... У меня, наверное, будет недлинное видео. Потому что у меня всего лишь еще было несколько книг из серии, которая выпускалась давно. Не знаю, продолжает ли она сейчас выпускаться. Называется серия «Женщина. Миф». И я просто попала на... Опять-таки, на распродажи в одном магазине, куда люди просто относят книги, которые мне нужны, на вот эту серию. И скупила довольно много книжек по смешной цене. Они прекрасны. Они о разных женщинах. О Фаине Раневской, о Элизабет Тейлор, о Жаклин Кеннеди. И читать мне очень такие вещи нравятся. Это биография, это интересные факты. Это вот ты сразу... За один вечер ты можешь полностью жизнь этой женщины увидеть, проникнуться, посмотреть, как... Вообще, это, конечно, такой жизненный опыт, на самом деле. Я не знаю, кто как, но я вот из... На книгах всё-таки, на каких-то примерах учусь, смотрю на вот эту последовательность поступков, и что в конечном итоге произошло, и как это было. Иногда я из этого извлекаю какие-то уроки. Не скажу, что всегда, потому что, конечно, это уже времена, которые прошли, и, может быть, там всё было немножко иначе. Но хотя взаимоотношения между людьми, мне кажется, они по-прежнему такие же, как и были раньше. Те же проблемы, те же подводные камни, на которые можно наступить, те же скелеты в шкафу. Поэтому всегда такое почитать интересно. Ну вот, видите, коротенькое. Хотелось бы с вами побольше поговорить, но для этого нужно больше покупочек. А их, к сожалению, на этой неделе не так много. Всего хорошего. Пока-пока. Хороших вам выходных. И до новых встреч!